После гибели Евгения Пригожина интересует следующий вопрос. Кто же следующий? В том плане, кто следующий возьмет на себя роль руководителя ЧВК Вагнер? В сети появилась информация, что новым руководителем Вагнера может стать Виктор Бут. Этот самый Бут ранее всемирно известный как торговец оружием, который отбывал в США 25-летний срок заключения. И уже в 22-м году он был обменен на американскую баскетболистку, задержанную в Российской Федерации за так называемую контрабанду наркотиков. Хорошая замена, Пригожий, но ничего не скажешь. Очень по-кремлевски. Понятно, почему Бут, потому что он имел широкие и до сих пор имеет широкие связи в Африке, потому что оружие в основном туда продавалось и по всему миру в принципе. И понятно, что каким-то образом они стараются перехватить эту инициативу для того, чтобы поставить подконтрольного человека, который будет работать в рамках системы. Имеется в виду российская власть. Позже российские паблики начали разгонять еще одну кандидатуру на роль главы ЧВК Вагнер. Это старший командир Антон Елизаров по кличке Лотос. Выдавочник в прошлом, участник боевых действий в рядах ЧВК Вагнер в Сирии и командир вагнеровцев под Солидаром. Личность в принципе малоизвестная. Обычный бандит и военный преступник. И в медиапространстве о нем говорили, конечно же, немного по сравнению с Пригожиным. Пригожин, кроме того, что имел за собой руководство Вагнера, он же еще и был медийным персоналом. У него была мощная информационная составляющая, и он раскручивался. А теперь как бы Елизаров поставили что-то серенькое для того, чтобы контролировать, которое якобы из недр Вагнера. Ну, это обычная КГБшная история. Будет ли новым главой Вагнера Бут или же Елизаров, нам остается только ждать официальной информации. Но самое важное тут другое. Что может измениться для Украины и какие могут быть последствия после этих трансферных новостей? Вряд ли они будут так же активно принимать участие в войне. То есть Министерство обороны России фактически забрало Вагнера, но основные части в себе под контроль, оружие и все, что с этим связано. Они почувствовали опасность от наличия параллельной армии, фактически, которая непонятно кому подчиняется. Крема, скорее всего, тоже это почувствовал. И, скорее всего, мы вряд ли их как-то публично увидим на войне. Но сам факт того, что оно остается, сам факт того, что оно остается фактически параллельной армией внутри России, очень хорош для Украины, потому что это предпосылки для хорошей гражданской войны в середине страны. Мятеж Пригожина дал понять, что имея оружие, ты можешь иметь власть. После этого все поняли, что дойти до Москвы, либо же дойти до Путина не составит особого труда. Поэтому смена руководства ЧВК Вагнер фактически ничего не изменит для самой Украины. Но рано или поздно это может изменить ход истории для самой Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok